Здравствуйте, это СтопФейк, программа о пропаганде. Меня зовут Руслан Дениченко, и мы стараемся помочь вам не попасть в сети всевозможных врунишек на телевидении. Сегодня вспомним самые заметные события минувших недель. Прошедшая неделя, наверное, запомнится несколькими событиями, связанными с интернет-ботами. Компания Facebook сообщила о масштабной чистке аккаунтов, распространявших пропаганду. На минувшей неделе она удалила несколько сот учетных записей и групп, которые вели хорошо скоординированные кампании по дезинформации в Украине. Среди забаненных Facebook-страниц довольно известны Hiser, Znai.ua и Politeka. Ее аккаунтам удалось привлечь 4 миллиона фолловеров, то есть читателей. Это очень солидная аудитория. Правда, значительная часть этих читателей были так называемые боты, то есть нереальные люди. И комментарии и перепосты делали за них специальные компьютерные программы. Таким образом, создавая видимость повышенного интереса к какой-то теме или событию. Но больше всего экспертов удивили бюджеты, которые бота-фермы выделяли на рекламу. Они просто сорили деньгами. По некоторым оценкам, траты на продвижение составили более полутора миллионов долларов. Это очень большая цифра. Основным заданием этих групп и аккаунтов было направлять читателей на определенные новостные сайты. Выглядит так, что эти ресурсы не работали на какого-то конкретного политика, а продавали свои услуги, то есть зарабатывали на пропаганде деньги. Эта ситуация еще раз напомнила нам о важности обращать внимание на свое поведение в соцсетях. Что мы читаем, с кем вступаем в дискуссии, какой информацией делимся со своими друзьями. Соблюдаем гигиену и не помогаем ботам и троллям делать их грязную работенку. Наши коллеги из проекта «Следство.Инфо» и «Громадского» провели собственное расследование. Один из журналистов устроился на работу в одну из так называемых ботов ферм. Он выяснил, что в ходе парламентских выборов ее сотрудники написали тысячи проплаченных комментариев в поддержку Анатолия Гриценко и его партии «Гражданская позиция». Кроме того, тролли за деньги хвалили проект Святослава Вакарчука, партию «Голос». Рекомендуем вам познакомиться с этим расследованием. Кстати, тут на минувшей неделе начали массово распространять вранье, что якобы жителям Украины перестали блокировать ряд российских медиа и социальных сетей. Вот как радовался канал «Звезда». Жителям Украины разрешили снова пользоваться российскими социальными сетями. Популярные русскоязычные ресурсы были запрещены два года назад по инициативе Петра Порошенко. Тогда в Киеве заявили, что наши соцсети негативно влияют на умы украинцев. Правда, сами жители страны так не считали. Многие обходили запрет, взламывая блокировку. Теперь нарушать закон не придется. Украинский Совет по национальной безопасности и обороне вернул в страну и социальные сети, и радиопрограммы, и телеканалы России. Но все это, естественно, оказалось враньем. В РНБО нам ответили, что ничего подобного не было и не планировалось. Да вы и сами можете проверить. Провайдеры интернета и операторы мобильной связи продолжают блокировать запрещенные ресурсы. Причину мы все прекрасно понимаем. Кремль использовал их как инструменты гибридной войны против Украины и ее граждан. На российском телевидении есть такие вечно зеленые темы. Каждую осень уже много лет подряд они пугают нас тем, что Украина не переживет зиму без российского газа. Но, слава богу, эти прогнозы никогда не сбываются и как-то живем. Но есть еще одна тема, регулярно появляющаяся в эфирах российского агитпропа. Европа устала от Украины. На этой неделе она снова сбудоражила россиян. Поводом стало интервью президента Эстонии украинскому изданию «Европейская правда». Оно достаточно объемное. И вот один из вопросов был именно на эту тему. «Похоже, что в Европе усталость от Украины становится все заметнее», высказывает свое мнение журналист. Да, соглашается президент Эстонии и говорит о причине, мол, европейцы много лет советуют Украине как бороться с коррупцией в экономике и минимизировать влияние на нее олигархов. А результаты как бы не очень очевидны. И вот за эту фразу схватился российский агитпроп. Очень она оказалась ему по душе. Целое соревнование устроили, на ток-шоу обсуждали, в новостях подсвечивали. Пропагандист Армен Гаспарян вообще договорился, что такое резкое заявление президент Эстонии якобы сделала в отместку за то, что украинское руководство отказалось выполнять Минские соглашения по так называемой формуле Штайнмайера. «Керсти очень четко улавливает европейский тренд. Вот среда, вот это было 18 сентября, напомните эту дату, это момент, когда охренели от Украины в Германии. Потому что прокинуть президента этой чудесной республики, но это уже богатая история. Потому что ему две недели лили в уши, что вы не волнуете, с 18 числа ваша формула будет закреплена. Вы же нас знаете! Говорили они, и потом идут молнии, что они ничего не подписывают». Но это Гаспарян вообще, как говорится, попал пальцем в небо. Украина отказалась согласовывать формулу Штайнмайера 18 сентября. А интервью президент Эстонии давал за несколько дней до этого. Но если бы Гаспарян и его коллеги-пропагандисты не поленились и прочитали все интервью, то увидели бы, что интервью в целом очень позитивное для Украины и содержит много критики агрессивных действий России. Да и Европе досталось за мягкотелую политику по отношению к Кремлю. К тому же, отвечая на тот же вопрос, Керсти Кальюлайт говорит, что украинские власти в действительности очень много сделали на пути реформ. То есть фактически дает понять, что эта усталость Европы не совсем обоснованная. «Хочу подчеркнуть, это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за последние годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат», – резюмирует политик. Да и выступление президента Эстонии об Украине, ради которого она приехала в Киев, было достаточно оптимистичным. А это означает, что украинцам не стоит отчаиваться и впадать в депрессию, читая подобные заголовки и вырванные из контекста фразы. Об усталости от Украины российские СМИ пишут годами, а может быть даже десятилетиями. И что? Они также годами пишут про крах США и доллара. И ничего, американцам это как-то жить не мешает. Поэтому повода для паники нет. Это была программа «Стопфейк». Больше новостей, обзоров и аналитики на нашем сайте. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Facebook и Twitter. Не забывайте присылать нам на проверку подозрительную информацию, которую видите по телевизору или прочитаете в интернете. Я, Руслан Дениченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok